Его залпы оккупанты ждут со страхом, ведь знают, что это оружие не промахнется. Благодаря этому вооружению у россиян стало намного меньше штабов, складов боеприпасов и техники, не говоря уже о живой силе. С момента передачи «Хаймарса» в летом 2022 года их название уже неоднократно светилось в отчетах российской армии. Это РСЗО стало поистине страшным сном оккупантов. И сейчас он может стать еще смертоноснее. Компания-разработчик запустила выпуск усовершенствованных ракет «Хаймарс». Их название – «Джим ЛРС-ИР». И мы советуем это название запомнить, ведь, вероятно, совсем скоро вы его услышите неоднократно. «Джим ЛРС-ИР» – это модернизированная версия ракет «Джим ЛРС». Самое важное отличие – это дальность. «ИР» может попасть в цель на расстоянии в 150 км, что вдвое больше дальности обычной ракеты этого типа. Также у новинки повышенный уровень маневренности. А еще она получила больший по размерам двигатель. Первые испытания «ИР» прошли в марте 2021 года. И они были успешны. По контракту компания-разработчик должна выпускать 240 ракет «Джим ЛРС-ИР». И тут есть интересный нюанс. Бюджет на 2024, то есть на этот год, предусматривал закупку для армии США 120 таких ракет. А что же с остальными 120? Тут есть два варианта. Или США могут продать эти ракеты Эстонии, Литве, Польше, Австралии или Финляндии. Последняя, к слову, стала первым заказчиком этих дальнобольных ракет, подписав соглашение еще в 2022 году. Или же ИР поедут в Украину по программе «Инициатива содействия безопасности в Украине», которая предусматривает закупку вооружения и военной техники непосредственно у производителей. И Киев с радостью их примет к большому огорчению Путина. Надули. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос, обманывали. Нас просто надули. Ракеты GMLRS и ИР подходят как к «Хаймарсам», так и к М270, то есть гусеничной версии. Но мы поговорим сегодня именно о «Хаймарсах». Это вооружение своей работой точно заслужило отдельного выпуска. Мы уверены, что о ювелирной работе «Хаймарса» слышали уже многие. Если не все. Поэтому мы расскажем кратко о том, почему он лучший в своем классе. «Хаймарс» – это реактивная система залпового огня. О ней заговорили в 1994-м. А разрабатывалась РСЗО на основе более тяжелой системы М270. Основной задачей было сделать «Хаймарсы» более мобильными, в отличие от его сестры. И это удалось. Американец работает по тактике «стреляй и убегай». «Хаймарс» разворачивается меньше, чем за минуту. Через 60 секунд выпускает весь свой боекомплект и также быстро покидает позицию. Враг даже не успевает сориентироваться. Банально, потому что РСЗО может просто остановиться посреди дороги, запустить по противнику несколько ракет и поехать дальше. Перезарядиться РСЗО также не проблема. «Хаймарсу» для этого нужно менее пяти минут. И совершенно не нужны люди. Изюминка американца можно считать и его точность. Система очень точная. Вплоть до того, что пробивает дырку в здании и туда залетает другая ракета. Прям в то же отверстие, которое получается после первого взрыва. «Хаймарс» — универсальное оружие. Тут военные сами выбирают для поражения, какой цели он нужен в данный момент. Можно пойти по стандартному пути и уничтожать склады и штабы. Если вам мешает вражеский зенитный ракетный комплекс, то «Хаймарс» и его уничтожит. Для этого в американца есть специальные противорадарные ракеты. Да чего уж там «Хаймарс» может и корабль потопить. Ну и это не все. В США пошли еще дальше и подумали, почему бы не установить РСЗО на палубу десантного корабля. Звучит невероятно, но в 2017 году американская морская пехота сделали это. И отработали по двум наземным целям. О том, что это было успешно. Даже говорить излишнее. Для такого списка возможных целей нужно и соответствующее вооружение. И американцы об этом подумали. С одной пусковой установки можно запустить разные ракеты с разной дальностью. Самая обычная это М-26 с максимальной дальностью 32 километра или ее улучшенная современная версия с дальностью до 45 километров. Это неуправляемый снаряд. И на нем мы долго останавливаться не будем, ведь в настоящее время выпуск их прекращен. Но для такого смертоносного оружия такие снаряды это прошлый век. Поэтому остановимся на современных. О GMLRS и R мы уже говорили. Также у Хаймарса есть и стандартные ракеты этого типа просто GMLRS. Ну как стандартные. Их тоже много модификаций. Но в среднем дальность поражения этих ракет 70-80 километров. В начале полномасштабной войны это расстояние было чем-то удивительным. Теперь же его часто не хватает. Но огромным плюсом есть то, что в одном боекомплекте таких ракет 6. То есть установка без перезарядки может выпустить сразу 6 ракет на 80 километров. Часто этого просто не нужно, потому что точность Хаймарса до метра. Но сам факт очень важен. В арсенале Хаймарса есть и такая долгожданная для Украины ракета Атакамс. Они также есть разной дальности. И около 150 километров, и 300 километров. Из минусов в пусковой контейнер можно поместить только одну такую тактическую ракету. Из плюсов она бьет на 300 километров. И на таком расстоянии минусов уже не видно. Такой арсенал ракет не может не удивлять. Казалось бы, что еще нужно? Но американцы никогда не останавливаются на достигнутом. Поэтому у них есть туз в рукаве. Или даже лучше сказать джокер. В США создали для Хаймарса еще одну ракету. Ее название PASM. Ее дальность, внимание, 500 километров. И в отличие от Атакамс, на пусковой установке разместится две таких ракеты вместо одной. Ее разрабатывать начали в 2017 году. И вы можете подумать, что увидим мы ее еще не скоро. Но нет. Первую партию PASM американская армия уже получила. Случилось это 8 декабря 2023 года. Если будет воля Белого дома, то не исключено, что их может получить и Украина. Кто знает, может и в этом году. А когда у тебя есть ракеты на 500 километров, то правила игры меняются кардинально. И когда это случится, мы обязательно вам расскажем. Поэтому ставьте лайк этому видео. Пишите в комментариях, о каком вооружении еще хотели бы услышать. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски Арсенала.